Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Алексей Юрьевич Конюшков, директор Дворца детского и юношеского творчества городского округа Люберцы. Всё правильно назвал? Да, всё верно. Вы целый директор целого дворца. Почему такое название детского и в скобках юношеского? То есть и дети, и уже, скажем так, взрослые дети участвуют в процессе? Ну, вы знаете, здравствуйте. Да. Я хотел бы сказать, что, конечно, спектр услуг у нас достаточно обширен и многообразен, потому что мы говорим о том, что дети у нас обучаются от 5 до 18 лет, даже, наверное, раньше возраста. А юношеского – это и, конечно, молодёжь наша многоуважаемая. И да, мы предоставляем услуги для взрослых людей тоже, но, скажем так, на платной основе, потому что основная всё-таки наша деятельность – обучение по дополнительным общеразвивающим и образовательным программам. И это самое основное. Да, и, собственно говоря, мы об этом поговорим, потому что сегодня вообще понятие дополнительного образования, оно и взрослых касается, и молодых, и совсем ещё молоденьких, и детей, безусловно. Почему? Потому что и родители, и бабушки, и дедушки, которые, кстати, сами активно участвуют во всевозможных программах сейчас, благо у нас есть и активное долголетие, и другие какие-то проекты. Но, естественно, все основные, скажем так, надежды связаны с молодым поколением, и поэтому это кружки, секции спортивные, художественные, творческие. И тут, наверное, отлично подходит именно целый дворец детского и юношеского творчества. И, ну, первый вопрос, который я задаю, вот была пандемия, я так понимаю, что период был сложный, но всё-таки вы как-то его переросли, и теперь вот все счастливо встречаются, и всё происходит в очном режиме. Как пережили этот период, и как сейчас у вас дела обстоят? Вы знаете, достаточно хорошо сейчас, потому что дети, конечно, соскучились по очному, визуальному контакту, общению, и это и мероприятия, это и конкурсы, и, конечно, они перестали быть дистанционными. От этого, конечно, появляется больше радости в глазах у детей, от этого и родители стали более сдержанные и с интересом уже вводят детей. Потому что, конечно, когда это идёт визуальный контакт, постоянное общение... Немножко искусственно, да. Да, если мы говорим про онлайн-формат компьютерный, они всё-таки примкнули к экранам компьютера, монитора. А здесь это визуальный контакт, мы можем всё-таки увидеть какие-то психологические проблемы ребёнка, помочь ему в этом. Потому что в первую очередь, именно если говорить о доп. образовании, это всё-таки и немаловажный воспитательный вопрос. Дело в том, что в школе всё-таки это большие группы. То есть комплект 30 детей в классе чаще всего. Да, можно кого-то не углядеть. Заметить, да. А мы всё-таки, так как у нас малокомплектные группы, там от 10 до 15 детей... Точечная работа. Точечная, да. Мы можем обратить на каждого ребёнка внимание, заинтересовать его, посмотреть его какие-то проблемы, поговорить с родителями, потому что мы в любом случае в непосредственном контакте находимся с родителями. Поэтому пандемия, наверное, сделала нас ещё более заинтересованных родителей, чтобы они водили на эти кружки, потому что действительно очень много выступлений, и родители видят результат, который происходит от того, как их дети занимаются в том или ином кружке, потому что... Ну, от результата зависит и успех вашей работы, потому что если им не понравится, они заберут детей, значит, и у вас не будет работы. Мы сейчас конкретно обо всём поговорим, но вот прежде такой вопрос. Ведь правильно я понимаю, что именно в последние года 3-4, может быть, 5, тема дополнительного образования вообще в стране очень активно обсуждается, потому что вы правы, школа – это программа, там всё время идёт битвы нагрузить, разгрузить, новые предметы и так далее. А есть вещи, которые позволяют немножечко ребёнка, ну, в какой-то степени даже расслабить, именно тем, чем он хочет заниматься. Тут, конечно, и родители должны угадать. Не просто взять и сказать, ты будешь у нас музыкантом, пойдём в музыкальную школу, он отбивается, не хочет, а его тащат с собой. А если родители действительно приводят ребёнка, ребёнок сам выбирает, ну, например, 3-4 варианта, попробовали, и вот он здесь остановился, конечно же, тогда и он получает удовольствие, и педагог, который работает, да, вовсю, так сказать, отдаёт себя, ну, и у вас, получается, та функция, которая заложена, выполняется. Вот давайте мы немножко поговорим сейчас о тех людях, которые работают с детьми, то есть это педагогический состав, правильно я говорю? Да, всё верно. И какие у вас есть направления на сегодняшний день? Ну, вы знаете, я вам скажу так, что, конечно, немаловажно, сейчас вступил, ну, недавно, относительно там, несколько лет назад профстандарт педагогического работника, и мы говорим о том, что, конечно, в основном, все преподаватели-педагоги, которые идут в дополнительное образование, они обязаны иметь профильное образование по направлению. То есть профессионалы. Да, если это художественное, значит, это должны быть учитель или педагог по искусству, ИЗО, по художественной живописи, да, то есть мы берём именно профориентированных педагогов. То есть это гарантирует, так сказать, пользователям, да, что будут работать именно профессионалы. Да, то есть мы за этим следим, и это, наверное, одно из самых важных, потому что всё-таки мы говорим о профессиональном образовании с точки зрения того, что мы развиваем ребёнка в том или ином направлении, мы должны ему помогать и помочь найти свой путь правильный для развития потенциала его, будь то в спорте, в живописи, в технических, да, кружках и так далее и тому подобное. Сегодня мы говорим, если вы уж говорите о новых направлениях, мы сегодня говорим о том, что мы буквально несколько недель назад открыли на 8 марта на северной стороне Люберец новое помещение, здание, где у нас сейчас активно развивается хореография, каратэ, лего-конструирование, то есть мы занимаемся направлениями не только художественными, но и техническими. И через несколько месяцев у нас откроется ещё одно здание в Пиковских домах, это вот как раз за Наташинскими прудами, где тоже будет хореография, художественная гимнастика, там большой зал, и это спасибо большое администрации, городскок, любуются за помощь. Кстати, это очень интересный такой момент. Раньше в советское время был дом культуры, клуб, дворец культуры различный, но это было какое-то такое помещение, куда стекали со всего города кто пешком, кто на транспорте, кто на велосипеде, я уж не знаю как. То сейчас, я так понимаю, у вас есть возможность открывать свои филиалы в разных уголках, и таким образом и родителям, и детям очень удобно. Школу закончил там, например, пообедал, я не знаю, может быть, даже успел какие-то уроки поделать, и пришёл уже к вам на дополнительное образование. Или наоборот, после школы пришёл на дополнительное образование. То есть всё, что называется, в шаговой доступности. Это такая программа, или это ваш, так скажем, ваша инициатива, или так прописано какими-то правилами? Вы знаете, нет, это, конечно, в первую очередь мы делаем для детей, потому что должно быть всё-таки доступное. Мы говорим про доступное дополнительное образование. У нас сейчас новая концепция до 30-го года, где и наставничество, как раз если говорить о педагогах, где и как раз развитие ребёнка в разных направлениях и медиа-центрах, и это как раз сертификаты персонафицированного финансирования. На нашей базе, просто на базе Дворца детского и денежеского творчества, существует несколько таких масштабных центров. Вот один из них – муниципальный опорный центр, Центр патриотического воспитания. Их курируют мои заместители, получается. И если говорить о муниципальном опорном центре, мы сейчас можем поговорить о персонафицированном финансировании. Вообще, что это такое? Потому что, вот вы говорите про доступность. Мы всё равно, как и в 90-х годах, возвращаемся к тому, что на базах школ тоже достаточно эффективно преподавать. И мы говорим, что у нас фактически на каждой территории школы после внеурочной деятельности, после основных федеральных государственных стандартов у нас происходит персонафицированное финансирование, то есть деятельность дополнительного образования. То есть такой филиальчики ваши, получается, могут быть, да? Они не филиальчики. Мы… Вообще, муниципальный опорный центр занимается курированием методической помощи для как раз школ. То есть мы занимаемся тем, что, например, есть одна та или иная школа, мы её курируем в плане набора детей, в плане… Мы всё-таки пытаемся отфильтровать ту или иную школу по потребностям. Потому что если говорим про срезы, мы сейчас говорим о мониторингах, потому что мы всё равно следим за… Буквально несколько недель назад был сделан срез у родителей, их потребности. Естественно, научные направленности, если мы говорим про какие-то предметы, технические направленности, инженерия, естественно, научные программы, физика, углублённые программы, которые до школы… Как раньше говорили, с уклоном. Да, с уклоном. И вот наша задача, как ДОП-образование, мы отслеживаем, стараемся всё-таки уделять внимание тем просьбам родителей, которые есть, и на базах школ мы открываем вот эти дополнительные кружки. То есть ребёнок… Что такое всё сертификат, скажем так, да? Это на этом сертификате есть некое энное количество денег, сумма, с которой ребёнок может прийти. То есть в городском округе любвица есть перечень программ, утверждённые на… Ну, сейчас всё на январь, на сентябрь, да? Те кружки, которые являются… Идут по оплате персфинансирования. То есть сертификата ПФДО. Сокращённо ПФДО. Да, ПФДО, да? Ещё раз давайте разговаривать. Да, сертификат персфинансирования. Это та история, когда деньги идут за ребёнком. То есть есть некий перечень программ, ну, условно, их около 600 программ по муниципалитету. И вот на этих программах ребёнок может обучаться с помощью данного сертификата. Вот одну секундочку. Вот деньги, это же, понимаете, часами можно говорить про деньги, тем более, когда хочется, чтобы здесь плавал бесплатно, здесь лепил бесплатно, а тут рисовал бесплатно, а тут конструктор собирал бесплатно. Но не всегда это получается. Это сертификат. Он… что-то за него платится, или это какой-то такой добавочный инструмент, который даётся дополнительно? Что это такое вообще? Да. Ну, вот смотрите, если мы говорим про наш дворец творчества и, допустим, Центр социальной трудовой адаптации и профориентации, это второе учреждение доп. образования в нашем городском округе Люберца, то в школах как раз действуют именно сертификаты, но и они у нас есть. И есть некий перечень, вот о чём я говорил, программ, когда ребёнок может прийти и положить этот сертификат. За сертификат тоже это государственные деньги. Просто есть перечень определённых программ. То есть он не платит? Он не платит. На нём уже есть сумма, на которую ребёнок может обучиться. Вот с 1 января ребёнок может выбрать один кружок по ФДО, то есть по сертификату, пойти его положить, и с него, с этого сертификата педагогу учреждения будут списываться средства, а ребёнок будет бесплатно за счёт муниципалитета получать данное образование по данному кружку. И есть бюджетное финансирование, оно как было, так и осталось. Просто оно находится уже на базах как раз Центра социальной терапии адаптации и профориентации и Дворца Творчества. Но бюджет – это понятно, бюджет – это как бы то, что даёт государство. А вот этот вот сертификат, он же тоже получается государственным? Тоже. А зачем тогда? Просто смысл, объясню, смысл сертификата о том, чтобы ребёнок – это, скажем, те программы, которые в основном больше востребованы. Потому что смысл именно сертификата в том, чтобы… Ну, бюджет – пришёл ребёнок, позанимался, ушёл и так далее. А сертификат – это всё-таки, скажем так, возможность ребёнка, во-первых, попробовать несколько кружков. То есть он может утипить… Некая другая востребованность, да? Да. И наоборот, здесь заинтересованность педагога, чтобы он интересно преподавал, потому что иначе этот ребёнок положит сертификат не к нему, к данному педагогу, а к другому преподавателю педагогу. А, то есть конкуренция такая. Здесь идёт конкуренция. То есть основная история персфинансирования в том, чтобы ребёнок был заинтересованный родитель в данном кружке. Иначе он просто возьмёт сертификат и унесёт его в другое место. Потому что тогда и педагог, и данное учреждение не получит средств. Вот в чём смысл. То есть для родителей ребёнка это ещё дополнительный выбор. И, как я понимаю, некое персонификация… Вообще слово персонификация, оно повышает ставки, уровни, статус, всё что угодно. И здесь ответственность и педагога, и, собственно, тех людей, которые его курируют. И родители понимают, что вот есть такой выбор, что, может быть, да, там ребёнок получит чего-то больше. Вот сейчас мы на этом месте сделаем небольшую паузу и оттолкнёмся от этого самого сертификата. И дальше всё-таки попытаемся разузнать, кем можно ещё раз перечислить, какие у нас есть. Потому что мы слышали хореография, какие-то направления. Почему? Потому что нас смотрят сейчас многие родители, которые потихонечку понимают, да, что или ребёнок требуют, или они хотят. Знаете, родители есть разные. Они считают, что если у ребёнка не три кружка, то это плохо. Или там у соседки три кружка, а мой только в один ходит. Поэтому сейчас мы всё узнаем. Напомню, что у нас в гостях директор Дворца детского иношеского творчества городского округа Люберцы Алексей Кунюшков. Но и после небольшой паузы продолжим. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Алексей Кунюшков, директор Дворца детского иношеского творчества городского округа Люберцы. В нашей программе мы завершили её на денежно-творческом финале, первую часть. А сейчас хотелось бы поговорить. Итак, у нас есть обычное такое традиционное бюджетное финансирование, есть у нас вот этот вот персонифицированный сертификат, длинное название, я его пока не выучил, но, насколько я понимаю, не все родители знают, что, во-первых, он есть, что, во-вторых, его как-то, где его получить, где взять-то эту бумажку, что было написано, и принести, положить ее, например, в секцию каратэ. Смотрите, вот утверждается перечень неких программ. Он у вас есть. Он есть, да, он, в принципе, есть. То есть, естественно, мы планируем, что ребенок может пойти в ближайшее учреждение, допустим, если он учится в одной из школ, он приходит в эту школу, и, естественно, там есть некий выбор кружков, это, допустим, 4, 5 или 1 кружок, и он говорит, я хочу ходить, допустим, на шахматы, вот он хочет. Он понимает, что эта программа в перечне, потому что он видит этот перечень. Также, в принципе, на каждом сайте образовательного учреждения, городского круга выборов, то есть, если мы говорим про школу или дополнительное образование, можно зайти на сайт любой школы, любого учреждения дополнительного образования и посмотреть перечень программ, которые есть на бюджете и на персонифицированном финансировании. В школах это персонифицированное финансирование, у них нет бюджета как такового. А в Дворцах творчества и вот в Центре социальной трудовой адаптации и профориентации, второе учреждение дополнительного образования, у нас на базах есть платные, есть бюджетные, есть сертификаты персонифицированной финансировки. То есть три как бы варианта. Три категории, да, три варианта. И они смотрят программу и выбирают её. В принципе, у каждой школы, у каждого учреждения на сайте это вывешено. Ну это сайт, но если же у нас ещё государственные сайты, госуслуги, там тоже можно найти? Да, да. То же самое. То есть там же есть записать ребёнка на кружбу. Всё верно. Вот мы говорим, что в принципе сейчас всё дополнительное образование, запись идёт через портал государственных услуг. Или через портал кружки и секции Московской области, Мосрек. Мы заходим туда, проваливаясь там кружки и секции, выбираем городской арху Крюберца и выбираем перечень учреждений. То есть это может быть школа, это может быть дополнительное образование, кружки в них. Дальше мы выбираем как раз тип финансирования. Если это бюджет, то это кружки в дополнительном образовании. И там, наверное, очередь. Ну, там, да. Вот сейчас, допустим, вот наше учреждение, мы закончили, в принципе, приём. Вот на сегодняшний, на 1 ноября у нас порядка 4 тысяч бюджетов. То есть функция уже не активна? Нет. Есть ещё кружки, знаете, всё равно есть кружки, на которые можно записаться. И ещё есть где-то недобор. Где-то мы открываем, идём на уступки, потому что дети хотят. В основном, конечно, есть платные услуги. То есть мы тоже говорим о том, что это здесь, например, поменьше контингент, до 7 лет. Чаще всего можно ещё и использовать платные услуги. Там, конечно, попроще это тоже. И вот из этого перечня тип финансирования мы выбираем. Сертификат. Он называется сертификат пересоинфицированного финансирования. Сертификат по ФДО. Бюджетное и платное. И там выскакивают кружки, которые можно выбрать в том или ином учреждении, в зависимости от того, какое мы выбрали, и тип финансирования, какие кружки есть. А в принципе, правильно я понимаю, что и в бюджете, и в сертификате, и в платном могут быть одни и те же кружки, я имею в виду направление. Или, например, кружок вязания, я не знаю, условно, самое простое. Вот он есть в платном, он есть в сертифицированном, и он есть в бесплатном. И это может быть один и тот же кружок, или это три разных кружка, три разных направления, три разных дома творчества? Ну, в первую очередь, это три разных программы. Три разных программы. То есть не может быть, что вот здесь ребенок один бесплатник, а второй платник. Да. Все равно программы совершенно разные. В чем первое, наверное, отличие, может быть, это возрастной ценз. То есть мы понимаем, допустим, это может быть шахматы для детей 5-7 лет, они платные. Дальше идет программа базового уровня, потому что программы еще подразделяются на продвинутые, на базовые и на сертификат. Мы говорим, что если сертификат – это больше ознакомительная программа, то есть ребенок пробует себя в шахматах, в вязании, в хореографии, в художественной гимнастике, то уже, если мы говорим про базовые программы, это программы 3-4 лет. Это 3-4 годичные программы. И там нагрузка ребенок ходит 2 раза в неделю по 2 часа, то есть по часу 40, 1 час 30. То есть 2 сдвоенных по 45 минут, 2 академических часа. Если мы говорим про сертификат финансирования, то там 45 минут и 2 занятия в неделю. Они могут быть сдвоенные, могут быть в разные дни. То есть это вопрос, опять же, времени. Это вопрос углубления программы. Потому что сертификат существует, что ребенок попробовал, а потом, например, пошел на базовую программу в Дом творчества. Ну, к примеру, в Дворец творчества. Или же, например, он пошел на углубленную программу в Центр социально-наторговой адаптации, потому что у них больше, скажем, техническое творчество. Ну и нагрузка больше. И нагрузка больше, да. То есть смысл в том, что сертификат дает нам право выбора и попробовать себя. То есть мы можем за 9 месяцев ребенок может попробовать, потому что он все равно... Практически, да, все. Да, попробовать. А потом он, допустим, ну понравилась ему хореография. И вот он пошел уже на базовую программу, на бюджетную. То есть бюджет за него платит. За сертификат тоже платит бюджет, но просто за ним идут деньги. И здесь главный вопрос педагога, чтобы он был заинтересован. Понятно. То есть тогда у нас сделано это, насколько я теперь понял уже окончательно, сделано для того, чтобы была возможность проб и ошибок. И все-таки выбрать не просто прийти и проходить год-два, потом понять, что или ребенку это не нравится, или родителям не нравится, потому что они видят, что что-то не то. А здесь есть возможность какое-то время это попробовать и принять решение уже дальше идти на базовый уровень. И там уже спокойно, почти профессионально готовиться по тому или иному элементу дополнительного образования. Давайте мы еще сейчас раскроем, то есть система оплаты и бесплатных вариантов понятна. А что же все-таки сегодня входит в этот круг? Какие есть кружки, секции, направления? Более подробно вот об этом. С чего может выбирать и родители, и ребенок, и бабушки, и дедушки? Ну, вы знаете, во-первых, я еще раз повторюсь, что все кружки – описание, потому что они есть подробные. Вот на каждом сайте учреждения это есть. То есть можно посмотреть. Их больше становится? Или они как-то обычно… Вы знаете, мы стараемся все-таки отсортировать по направленности и по востребованности родителей. Потому что есть мониторинги, где действительно родителям, в том числе и дети, но в основном родителям, потому что еще дети пока не совсем понимают, что бы они хотели в 7 лет. И родители говорят, а мы бы хотели ходить в медиа-центр. То есть заняться там, я не знаю… Журналистикой. Или, например, мы хотим ходить, заниматься компьютерной грамотностью, 3D-моделированием, технической направленности. То есть вопрос именно в том, какая востребованность идет у муниципалитета. То есть если два человека придет… Да, тогда и смысл, тогда и кружок закрывается. Вот в этом и смысл персфинансирования. То есть если минимальное количество, то мы можем понять, что кружок не востребован, зачем он нужен. Давайте мы его перейдем, например, если у нас действительно много шахмат. Вот сейчас достаточно хорошая тенденция, есть и нацпроекты, шахматы для школьников. Мы говорим о том, что шахматы очень востребованы сейчас. И давайте мы лучше откроем шахматы, допустим, нежели 3D-моделирование. Я сейчас условно говорю. Я понимаю. Потому что востребованность больше на шахматы. Ну, то есть это тоже своеобразный такой правильный рынок, регулятор, который позволяет понять, что нужно… Ну, а что делать с детьми, которые вот хочут, хоть ты тресни 3D-моделирование, его привели, а потом кружок закрыли? Ну, можно сказать о том, что нам повезло, потому что муниципалитет городской улицы достаточно большой. Ага. И здесь можно говорить о том, что есть выбор. Ну, хорошо, если у тебя нет, допустим, в твоей школе, но у нас все-таки есть транспортная доступность, то есть мы можем уехать в наше Красково, в Томилино или на северную сторону и пойти там, где он есть, потому что у нас есть возможность транспортной доступности. Если это было бы там где-нибудь в Коломне, а мы влюбимся, то это один вопрос. Ну, это понятно. То есть в другое время сейчас, конечно. То есть мы все-таки стараемся, чтобы весь спектр дополнительного образования был устроен для каждого ребенка. То есть заинтересованность в кружках. Мы, конечно, смотрим тенденцию. Допустим, есть школы, где, ну, она, допустим, знаете, как вот здесь гимназии физмата, здесь художественная направленность. Вот мы и говорим о том, что мы все равно понимаем контингент. Если ему нужно больше художественной направленности, то это хореография, изо, то мы, конечно, стараемся говорить и вставлять, ну, пытаемся, так скажем, отсортировать кружки художественной направленности. Если мы говорим о технической, то мы, конечно, стараемся регулировать техническую направленность. Да, довольно-таки сложная работа. Я так понимаю, что вот некий штат, не штат, как правильно сказать, людей, то есть ваши заместители, те люди, которые работают с вами, эта работа я уверен она сложна тем что это постоянное участие тут и педагоги педагоги школ да это вообще в сектор образования в которых свои про по своя проблематика это конечно же родители отдельная такая тема потому что что-то там где-то окно открыто где-то вода вдруг не течет и так далее ну плыть до этого и конечно же дети безусловно в общем-то ради них все делается то есть насколько это же довольно сложная работа все это выстраивать вот это ощущать здесь закрыть здесь открыть здесь получать наверняка жалобы какие-то приходят вы должны на них реагировать да конечно вот вы правильно сказали штатные единицы то есть это вот муниципальный опорный центр как раз пытается отконтролировать весь процесс дополнительного образования по городскому округу и здесь входит и вопрос то есть дворец творчество организует и ну в совокупности с управлением образованием да то есть мы говорим о том что и муниципальные этапы конкурсов и мы тоже понимаем мы опять же благодаря вот этим этому персонал финансируем мы понимаем какой кружок есть и кого можно пригласить то есть если изначально в этой школе допустим нет там шахмат а мы говорим про муниципальные шахматы то мы не будем туда обращаться наш кружка этого нет поэтому это полная сортировка именно по городскому округу какие кружки есть каком здании кого можно пригласить кого нельзя Потому что сейчас, вот мы говорим про муниципальный оборный центр, да, это некий центр притяжения, куда сливается вся, скажем так, информация, да, и они работают и с педагогами, и со школами, потому что это и набор, и корректировка, вы правильно сказали, все-все-все вопросы они решают напрямую с педагогами, со школой, то есть с курирующими заместителями по данному направлению персфинансирования. Также, если мы говорим про комплексы, мы говорим про патриотическое воспитание, потому что центр патриотического воспитания здесь, сейчас очень интересные проекты, допустим, школьные театры. Да. Да, это тоже на базу, то есть в каждой школе, это проект федерального значения, в каждой школе должен быть театр. Потом фестиваль можно устроить. И мы об этом говорим, что мы некий центр, который всё это реализует. То есть, если говорить про театр, то театр должен быть в каждой школе. И мы пытаемся внедрить в каждую школу, пытаемся, потому что у нас на нашей базе там четыре практически театральные школы, студии. На каждую школу-то режиссёра не найдёшь? Да, здесь, конечно, очень сложно. Это такая тема для беседы, потому что, да, персфинансирование здесь очень сложно с ним регулировать театрально. Мы больше говорим, конечно, может быть, о театральных каких-то сценках. Театрально-литературный такой. Да, скажем так, взяли Пушкина, почитали, посмотрели по ролям и так далее. Какая-то такая история. Но также есть и культура для школьников. Это та же история нацпроекта, где наши дети ездят на определённые усадьбы, смотрят в театр ездят, смотрят постановки, губернский театр. Ну, то есть наполняются как бы... Наполняются ещё и культурами. И это, кстати, потом, в хорошем смысле слова, провоцирует на желание участвовать уже вот в тех же театральных конкурсах и тех же проектах. Ну, мы же понимаем, что ребёнок очень хорошо всё... Если ему что-то нравится, он начинает копировать. Причём, к сожалению, как плохое. Как хорошее, так и плохое. Поэтому, чтобы он не копировал плохое, лучше ему показывать что-то хорошее, чтобы он в этом направлении, в этом русле продолжал свою деятельность. Завершающий вопрос. Всегда всех волнует родителей, что вот школа, мы уже как-то даже коснулись этой темы нагрузка, проблемы, что не успевают домашние... Родители не могут даже домашнее задание иногда сделать, потому что не в состоянии его решить и так далее. Ну, есть такая тема, да, она в воздухе всегда витает во все времена. А тут, значит, ещё кружки и так далее. Вот с точки зрения медицинской, психологической, личностного роста ребёнка, насколько здесь важно не перегрузить? Потому что, когда слишком большая нагрузка, это ведь тоже выбивает желание потом, мне кажется, ему просто хочется отдохнуть от всего. Вот где здесь грань? Потому что вот мы сейчас говорим о том, чтобы его наполнять, 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 а ему хочется немножко расслабиться, отдохнуть. Есть какая-то граница? Следят ли за этим какие-то медики, врачи, психологи в вашем направлении? Ну, вы знаете, я могу вам так сказать, что, конечно, вот об этом мы говорим, что как раз персфинансирование, конечно, да, всегда, во все времена родители выбирали по 4-5 кружков, действительно, ходили и так далее. Но сейчас углубилась, скорее бы, школьная программа, да, и внеурочные деятельности и так далее. И теперь у нас есть всё-таки возможность, и, слава богу, оно есть, это право выбирать. Как раз вот этот сертификат, он и даёт нам возможность выбрать то, что будет интересно ребёнку. Потому что, в принципе, да, мы говорим о том, что нужно развивать ребёнка, но у него есть всё-таки 11 лет в школе для того, чтобы себя попробовать во в том или ином направлении. И здесь не надо в 7 лет его пихать во всё возможное, да, кружки, чтобы он уже уставал постепенно. Степенно. Конечно, мы сегодня можем взять год, поучиться на хореографическом, да, направлении художественном, и завтра мы можем поучиться на спортивном. И вот этот как раз спектр, вот этот сертификат позволяет нам попробовать. Ну, будем считать, что мы с вами тоже какую-то задачу сегодня свою выполнили, потому что узнали об этом новом способе. Уважаемые родители, обращайтесь. Алексей Юрьевич Конюшков, директор дворца детского и юношеского творчества городского круга Люберца. Прямо можете заходить на сайты всевозможных, скажем так, направлений дополнительного образования. Ну, и есть госуслуги и услуги Московской области. Заходите, пользуйтесь. И я думаю, что всё у всех получится. Это была программа «Открытый диалог». Спасибо вам огромное. С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова